Доброе утро! В эфире новости в студии Полина Бурнашова и перейдем к выпуску. Михайловскую среднюю школу Бурлинского района открыли после капитального ремонта. На ее обновление с федерального и краевого бюджетов направили более 75 миллионов рублей. Здание школы полностью преобразилось. Кабинеты химии, биологии, физики и информатики оснастили современным оборудованием, цифровыми лабораториями, работа техническими наборами для исследовательской деятельности. Такие классы помогут детям получать более глубокие знания по этим предметам. Дети и взрослые отметили удобные парты и современное освещение. 13 и 14 декабря кадровый центр работы России организует презентации предприятий города Барнаула. Соискателям предложат актуальные вакансии из первых рук. 13 декабря презентация пройдет для швейной фабрики «Авангард» и общества с ограниченной ответственностью «БТК Текстиль». На предприятиях открыты вакансии инженера-технолога, мастера производства, технолога швейного цеха, электромонтера по ремонту и обслуживанию электрооборудования «Швей». 14 декабря презентацию проведут для СИП «Энергомаша», Барнаульского завода АТИ, Барнаул РТИ и общества с ограниченной ответственностью МЭС. Будут представлены вакансии инженеров разных квалификаций – слесарей, электросварщиков, фрезеровщиков, операторов станков, токарей, контролеров качества продукции. Родители, а также опекуны и попечители детей-инвалидов смогут брать дополнительные оплачиваемые 24 выходных дня подряд. Соответствующие изменения в Трудовой кодекс опубликованы в российской газете. Они вступят в силу с 1 сентября 2023 года. Как пояснили в Министерстве социальной защиты региона, сегодня в Алтайском крае живут 11 186 детей-инвалидов. Они имеют право на санаторно-курортное лечение. Дети с ограниченными возможностями здоровья, как правило, не могут обходиться без помощи родных людей и добираться до места отдыха самостоятельно. Ранее до внесения изменений родители действовали, исходя из правовых норм Трудового кодекса. И для сопровождения ребенка-инвалида на курорт родителям приходилось использовать свой отпуск. Теперь в Трудовом кодексе закрепляется право предоставления родителям, опекунам и попечителям детей-инвалидов 24-дневный дополнительный оплачиваемый отпуск в течение календарного года. И о ситуации на дорогах. 9 тысяч кубометров снега вывезли с улиц Барнаула. На линию вышли 137 снегоуборочных машин. Для посыпки дорог использовали 1379 тонн песчано-соляной смеси. Дорожники продолжат очищать улицы. Сегодня на них выйдут 110 единиц техники и более тысячи дворников. Хорошая новость для любителей зимних видов спорта. В индустриальном районе открылся еще один каток. Как прошло праздничное открытие, смотрите в сюжете. Провести выходные можно активно. Несмотря на мороз, люди радуются зиме и ждут Новый год. Песни, танцы, стихи, хоровод. Все как на новогоднем утреннике. Так прошло открытие катка в парке спорта. Несмотря на морозную погоду, барнаульцы провели с радостью выходные на коньках. Дети очень давно просили сходить на каток. Каток у нас открылся рядом с домом, живем недалеко. Считаем, что ходить на прогулки обязательно нужно, даже в мороз. Это очень полезно и весело. Суббота, воскресенье, всегда нужно выбираться, стараться. Выбираться, проводить время с ребятишками. Хотя у меня дома еще один малыш, с ним сидит бабушка. Но она сказала, Таня, иди, катайся. Конечно, нужно проводить с семьей, выходить, кататься. Но я кататься не умею, поэтому стою. А так нужно. На такие мероприятия выбираться. Выбираться нужно с семьей обязательно. В этом году площадь катка в три раза больше, чем в прошлом. Впервые в парке для массового катания барнаульцев залили малое футбольное поле. Все для людей, в принципе. Чтобы люди катались, получали эмоции. И получали эмоции от хорошего льда. У нас бригада заливщиков работает. Ледозаливочная машина. Также мы на открытом катке принимаем спортивные команды. Поэтому нам это все знакомо. Мы все знаем, как делать. Поэтому будет лед в достойном состоянии. Не обошлось на торжестве и без дедушки Мороза. Он, кстати, пускался в пляс вместе с гостями. Работать каток будет по будням с 12 до 21. Выходные с 11 до 22 часов. Но на новогодние каникулы с 1 по 7 января по традиции в парке пройдут бесплатные мастер-классы по фигурному катанию. Алина Пенигина. Новости. На у меня на этом все. В студии была Полина Бурнашова. Хорошего вам дня.